Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода Роша к трактату Брахот, и мы остановились на четвертом перике, мы еще находимся всего во втором параграфе, где-то посередине, на двух точках. Урок посвящается для безопасности на Святой Земле, спасения всех заложников, всех солдат и лечения всех раненых. Мы сказали, что если человек пропустил арвид, он молится дважды Шахарид. Он говорит, что Рашбам объясняет, что разрешили только в следующей молитве сделать компенсацию. То есть, если пропустил арвид, он молится дважды Шахарид. Но если пропустил еще и Шахарид, то он же не молится три раза Минху, чтобы скомпенсировать и Шахарид, и Арвид. Или, например, если он помолился Шахарид, но не помолился дважды, то, опять же, пропущенный Арвид уже Минхой не компенсируешь. То есть, только в ближайшей молитве разрешили компенсировать тем, что помолишься дважды, если случайно пропустил. Это все Ишуха Нарух так постановляет. То есть, если уже два времени молитвы прошли, то поезд ушел, как говорят по-русски. И байлигу, таа вело Хитпалель Тфилат Минха, могу же Хитпалель Арвид, что им. Теперь вопрос. Если человек не помолился Минху случайно, можно ли помолиться дважды Арвид? Казалось бы, в чем вопрос? Мы же уже сказали, что любую молитву, если пропустил, молишься дважды следующую. Вопрос в том, что следующий день – это уже новый день. В смысле, вечерняя молитва, утренняя и Минха – это все один и тот же день. А вот если пропустил Минху, то компенсация ближайшая – это уже следующий день. Вот тоже же дни начинаются с вечера. Поэтому, если пропустил Минху, может быть, нет возможности уже Арвид молиться следующего дня дважды, раз в этот день он уже не помолился Минху. Тем более, как мы видим, в следующий день может быть совсем другой Арвид, например, если это суббота или, наоборот, Моссе-Шаббат. Все это сейчас будет обсуждаться. Первый день – это не спросил, а если человек Мусов пропустил, если компенсация дважды помолиться Арвид. Это очевидно, что Мусов – это вообще в другой категории. Три молитвы, они похожи. Даже в субботу, когда молитвы отличаются – Шахарид, Минхар, Вит, но у них есть как бы общая связь. На самом деле, если бы молился Шмонеесре, например, вечернее утром или наоборот, это не страшно после факта, они все похожи. Но они в одной серии, как бы, все молитвы обычные. А вот Мусов – это в другой категории вообще. Это связано с Карбанод, с приношением в храме Мусофа. И это уже никак не компенсируется. Если Мусов пропустили, то ясно, что невозможно молиться Арвид дважды. Ши-та-гиде-эйнохозэрумит-палель, кивон шавар-змана-мусов, раз уже время Мусофа прошло. Кивон шамаскир битфила-эт-карбана-мусов, да, так как в молитве Мусофа он упоминает Корбан-мусов, то, что приносилось в храме. Эйна-рауэлит-палель. Не подходит время это для молитвы, только во время, когда приносят Мусоф. А вот все остальные молитвы, что хотя они были установлены супротив Карбанод, все равно они не упоминают конкретно Карбанод. Они просто супротив приношений храмовых, утреннего, там, после полуденного. Но они не так уж связаны напрямую. Вера хаминингу, они просто, просьба, мольба, так сказать, о милосердии Всевышнего. Вегали ващит-палель адам куляем, как уже говорил о Беохан, он хорошо, если человек целый день молился. Поэтому, когда он пропустил одну молитву, установили, чтобы молился следующую. Они не напрямую связаны с Карбанод. Это просто мольба. В отличие от Мусофа, который напрямую связан с Карбанод, если пропущен, уже невозможно никак компенсировать. И так тоже представляет Шуха на руку, что если Мусоф пропустил, у Мусофа время до вечера, идея, хотя бы, после факта. Но, да, так что Мусоф и так у него больше времени, если утром не молился, если вся в трампе на дня. Но если пропустил вообще Мусоф, то уже никак не компенсируешь. Ташма, возвращаясь назад к вопросу, можно ли компенсировать, если пропустил Минху. Ташма, да амара хуна, брия дравьицхак, амара бьёханан, таа вилогит палель Минха, мит палель арвитштайм. Вен бэзэ, мишум аварьёмо, батэль карбано. Что сказал Рафхуна брия дравьицхак, от эмара бьёхана, что если человек пропустил таки Минху, он молится, арвит дважды. Имеется в виду, если случайно пропустил. Все эти законы, если только случайно пропустил. И это не считается, что раз уже день прошёл, то, как говорится, ботель карбано. Аварьёмо, батэль карбано. Раз прошёл день, то Корбан, как говорится, уже этого дня прошёл. Мы говорим, что все эти молитвы, они компенсируются следующей молитвой, если пропустил. Битавка бь шахах. Всё это, если забыл. А валь битэль бь мизид, если человек специально не помолился какую-то молитву, ло, тогда нельзя молиться следующую дважды. Это стих из Кохелета. Что испорчено, не исправишь. Катав Гаон, визела шоно. Написал Рафхай, видимо, Гаон. Когда он цитирует Гаона, видимо, в основном это Рафхай Гаон. Гаонов было очень много, но последнего Гаона больше всего цитируют. Визела шоно. Битэль меавет У Рафхай Гаонах видишь в том, что хотя кто-то специально не помолился, он не может компенсировать пропущенную молитву, но имеется в виду, что он не получит за это награду, как тот, кто молится, исправляет, делает тишло-мим, исправляет пропущенную молитву. Но если он хочет помолиться как добровольную молитву, как решут, ведь всегда можно молиться добровольной молитвой. Нужно обычно хидушник, что-то свое попросить тогда, дополнительную просьбу какую-то новую. Вот если он помолится так, и этим хочет компенсировать, то он получит хотя бы какую-то награду за это. Да, это как, как говорится, рахами, да, все молитвы это просто просьба о милосердии Всевышнего. И это разрешено. Получит хотя бы награду за тфилат решут. Значит, дальше как раз создает случай, когда следующий день не такой же, как предыдущий. Например, человек забыл Минху помолиться в пятницу, а теперь в субботу у него уже другая молитва. Так говорится, он действительно тогда молится ту молитву, в которой он, в которой он сейчас должен молиться дважды. То есть то, что он пропустил молитву из 19 благословений, а теперь молится всем благословений, это не важно. Он молится ту молитву, которая сейчас перед ним. Поэтому, если он пропустил молитву в пятницу буднего дня, теперь молится дважды субботнюю молитву в ночь на шаббат. Если наоборот, в субботу забыл помолиться Минху, в которой семь благословений, тогда он в мосте шаббат молится дважды буднюю молитву. А в какой из них сделать хавдалу? Говорит здесь Талмуд Хавдалу делается только в первой из двух молитв. Один раз достаточно сделать хавдалу, чтобы отделить субботу от будничного. Поэтому в четвертом благословении в первой молитве он говорит хавдалу, а во второй, которая сопротив Минхи, пропущенный не говорит. А если он сделал хавдалу только во второй, а не в первой, то не засчитывается ему. Почему не засчитывается? Гемора точно не объясняет, но решением поняли, потому что он поменял порядок молитв. В смысле, когда человек пропустил какую-то шмоне эсре, он должен молиться сначала та, которая хов, которая обязанность, а потом уже та, которая компенсирует пропущенную. То есть, когда он молится дважды орвид, ему нужно сначала помолиться тот орвид, который обычный, а уже второй супротив Минхи пропущенный. А тем, что он сказал хавдалу во второй из двух молитв, он как бы показал, что это его настоящий орвид. А вот первый орвид, он супротив как раз пропущенной Минхи. Поэтому не засчитывалось ему первое молитву, засчитывалось только второе. Теперь следующий вопрос. Если в Рошходеш забыл человек сказать Я Леви Аво в Минху. Вот вчера у нас был Рошходеш, допустим, человек в Минху помолился и забыл сказать Я Леви Аво в Рошходеш. То тогда, говорит, считает Рош, что дважды молиться в Орвид без Я Леви Аво нет смысла, потому что уже Рошходеш-то прошел, и поэтому, если он сейчас помолится дважды, ему нужно будет молиться без Я Леви Аво, так он и так уже помолился без Я Леви Аво в сам Рошходеш. В смысле, что если бы он вообще не помолился в Рошходеш Минху, он помолился Орвид дважды. Но так как он помолился и забыл Я Леви Аво, то теперь он все равно не сможет сказать Я Леви Аво, раз Рошходеш закончился. Поэтому какой смысл молиться еще раз к шмоне эсре без ялеви аво? То, что причина, что он после субботы, если пропустил молитву Минха, когда молится дважды Арвид, потому что вообще-то 18-былсояние к субботе имеет отношение. Можно было бы и в субботу все 18-былсояние делать, но Хазар освободил человека. Но, в принципе, они не то, что вообще не относятся. Я люблю пнеоторах, чтобы человек не беспокоился. Сказали ему, что в субботу будем молиться короткую молитву. Но, в принципе, все эти брокки относятся. Поэтому текну шеба брахот. В субботу хилха кешило итпалель в Минха, но если он уже не сказал в субботу Минху, шеба яце веотан ютхет брахот. Тогда он выполняет заповедь этими 18-былсояниями. Шемитпалель в Моцэ шаббат, который он молится после субботы. Де инон нами шайхи ли шаббат, что они тоже имеют отношение к субботе. Он говорит, что то же самое, если, например, он в субботу вмолился обычную будничную молитву и не сказал ничего про субботу. Если бы он вспомнил еще, пока день не закончился, ему нужно было бы молиться заново, потому что он не выполнил заповедь. Но если он вспомнит теперь уже в Моцэ шаббат, то нет никакого смысла молиться дважды, потому что в 18-былсоянии он уже сказал и в саму субботу. А вот, говорят, мудрецы Прованса, Южной Франции, они не согласны со всем этим. Они считают, что когда человек не сказал что-то, что нужно было сказать в какой-то молитве, если он не выполнил заповедь, то как будто он не молился вообще. То есть первое мнение считают, что когда ты помолился, допустим, в Рош-Ходэш и забыл сказать я лавиаво, ты хотя бы помолился. Это не то, что вообще не помолился. Ты помолился, но забыл сказать я лавиаво. А вот мнение мудрецов Прованса, что если не помолился и что-то не сказал, что нужно сказать, то все равно, что вообще не молился. Поэтому понятно, что есть смысл в Моцэ шаббат теперь или в Моцэ рош-Ходэш молиться дважды. Потому что предыдущая молитва вообще не засчиталась. Хотя он уже не упомянет в любом случае Рош-Ходэш или Субботу. Он говорит, теперь третий совет Рабину Йоны, что раз есть диспут, допустим, человек в Рош-Ходэш в Минху забыл сказать я лавиаво. И теперь вопрос, нужно ли ему молиться арвит дважды. Говорит, пусть вторую молитву арвита молится как недава. То есть, если я обязан, то я молюсь ее компенсацией Минхи. А если нет, то это просто добровольная молитва. Винцарих лихадэш бодавараги, даже ничего добавлять к ней не нужно. Так он молится ее как сафик. Это уже достаточно хидуш. Эйн лиха хидуш гадоль мизэ. Укиды паришет лей, как мы уже говорили до этого. Что всегда, когда из-за сафика молишься в лишний раз, для этого не нужно делать никакой хидуш, если ты ставишь условие, что это как недава будет. Если я не обязан молиться, пусть будет недава. То то, что это может быть обязанность, а может быть недава, это и есть хидуш данной молитвы, и ничего добавлять не нужно. Продолжение Гимора. Мы сейчас спрашиваем насчет того, почему, если человек помолился в Моце-Шаббат, дважды арвид, компенсируя в том, что иминхо, если он в первой не сказал хавдалу, а второй сказал, то он елся только в вторую. Что получается, если он не сказал хавдалу, он как будто не выполнил заповедь, поэтому первая молитва не засчитывается. Что есть такая брайта, что если человек забыл сказать Гвурат Гешамим, то есть Мурида Гешем забыл сказать во второй брохе, или если он забыл попросить дождь в девятой брохе, то ему нужно возвращаться. На самом деле там все тоже более сложно, есть нюансы насчет этого закона, что во второй брохе с камури да таль, то он елся. В девятой брохе, если забыл попросить дождь, сказал броха вместо тенталю матарли броха, то есть еще возможность компенсировать шоми от фила, и только если и там забыл, тогда нужно возвращаться. Но в любом случае мы всегда видим, что дальше продолжает брать, а вот если человек забыл хавдалу, то не возвращаем его. Засчитывать ему бедеевит. Эн махзри мото. Почему? Что он все еще может сказать хавдалу на стакан. В смысле, что если у него есть стакан вина, он сделает хавдалу на стакан вина, и этим он выполнит заповедь. Мы увидим позже, будет диспут вообще, в каком месте делать хавдалу, и скажет Гиммора, что когда-то были разные токаноты, было время, когда они вообще не делали хавдалу во время шмонесра, а делали только на стакан вина. Поэтому, в принципе, человек выполняет заповедь хавдалу на любой из двух. Либо стакан вина, либо шмонесра. Просто сейчас стакан идет и то, и другое. И главное, есть и пить нельзя, пока не сделаешь на стакан вина хавдалу. Даже если искал шмонесра хавдалу, нужно еще сделать хавдалу на вино, чтобы есть и пить. Но наоборот, если он забыл шмонесра, то стакан вина достаточен, что этим делаешь главную хавдалу. Поэтому, казалось бы, если забыл сказать Атаху Нантану, ставку в четвертую броху про хавдалу, то можно выполнить все еще, скомпенсировать тем, что сделаешь хавдалу на стакан вина. Так почему говорится здесь, что не йоцы? Кашия. На это геморро заключает не Тиюфта, а Кашия. Кашия – это значит, что сложно, но можно ответить как-то. Так объясняют решением, что Тиюфта – это значит, отвергнули мнение геморро, а Кашия – значит, что это сложно. И сейчас мы увидим мнение Рафаэгаона, как можно ответить на эту кушу. Я уже ее упомянул, собственно говоря. На самом деле, может быть, более простой ответ в том, что это Брайтог – это случай, когда у человека нету стакана вина. Если у человека не будет стакана вина, и он ночью будет есть уже без хавдалы, тогда ему нужно таки заново молиться, если он и там забыл сказать Атаху Нантану, в четвертой брохе сделать хавдалу. Но здесь другой ответ. Он показал, что он сделал хавдалу в второй из шмонеясера, он показал, что он не отвергает это мнение, это не ошибка. На самом деле, это логично. Что тем, что он сделал хавдалу в второй из шмонеясера, он показал, что второй из шмонеясера для него было главным, которое именно арвит, когда делают хавдалу, а первое было сопротив Минхи. А раз он поменял их местами, то он не выполняет заповедь. То есть получается, что это важно очень, что когда делаешь компенсацию пропущенной молитвы, нужно именно первую молитву молиться для хава, а уже вторую как компенсацию. А он сделал наоборот, поэтому первое ему не засчиталось. Теперь нам нужно третий раз еще молиться. Теперь нужно ему еще раз ту, которую он первый помолился, которая была сопротив компенсации, теперь молиться еще раз после главной молитвы, которая была хава. Если он теперь получается хавдалу, согласно объяснению Рафаэгаона, если он теперь не сделал хавдалу ни там, ни там, то есть забыл вообще хавдалу сделать в обоих молитвах после субботы, когда молился два орбита, чтобы компенсировать Минху, и забыл сказать хавдалу ни там, ни там. Или наоборот, он сделал хавдалу ни там, ни там. Тогда он не показал, что он поменял местами первую и вторую молитву, а он просто в обоих сделал хавдалу или в обоих не сделал. Тогда он ни там. Потому что здесь он ничего не показал, какая из этих молитв будет тишломи. А какая главная? Что весь вопрос Геморы был, неужели первая молитва ему не засчитывается, как будто он вообще не молился. Значит, если на самом деле это засчитывается, как мы заключаем, что пропущенное хавдалу хонанадад не мешает молитве быть засчитанной, тогда, значит, он йоцэ. Афальпиши лоавдиль биришона, веевдиль бишния, ришона алтало, лишем хова, лишем тишломи. В смысле, если бы засчиталась ему молитва, то тогда, даже если он в первой бы не сделал хавдалу и сделал хавдалу во второй, то мы бы засчитали обе молитвы ему. Первую как хова, а вторую как тишломи. Но мы это не засчитываем, потому что думаем, что он поменял местами. Интересный вопрос, который спрашивает Ахроним, это то, что Гемора не спросила. Если он, наоборот, арвит в Моцэшаббат пропустил, теперь в шахарит, когда он молится дважды, нужно ли делать хавдалу в первой из двух молитв, или во второй? Вот. И были разные мнения на этот счет. Я когда-то подробнее это обсуждал, когда мы обсуждали хидушим Брискарава, вернее, Рабихайма, его отца. Ну, я обоих называю Брискарава. Обычно Брискарав – это Рабийцхагзейф-соловейчик. А Рабихайм-соловейчик, его просто называют Рафхайм. В мире Ешив, как говорится, Ешива-Велт, называют Рафхайм, и Рабийцхагзейф называют Раф, Брискарав. Так вот, Рафхайм-соловейчик в одном из своих хидушим как раз вот к этому месту задают этот вопрос, и у него есть определенный подход, но Мишнобру приводят другие подходы. На самом деле, здесь есть даже противоречие между Мишнобрурой в одном месте и в другом месте. Это в двух местах, в принципе, этот закон приводится. В законах Авдалы после субботы, это глава Рейш-Цадидалет, и в законах компенсации молитвы пропущенной. Это глава Кувхэт, первый том Мишнобруры. Я вам здесь приведу Саки Мишнобруры. В главе Кувхэт в параграфе 33 автор Мишнобруры пишет, что человек не помолился вечернюю молитву в субботу и молится, в Моц и Шаббат, и молится утром дважды шахарит, то вообще не говори с Хавдалу. Так написал Радбас. Кнесет Агдалай его цитирует. И он тут пытается привести причину. А вот здесь, в главе Рейш-Цадидалет, он пишет более подробно и более сложно. А именно, что если забыл он помолиться, вечернюю молитву молится дважды шахарит, то тогда, только если он не сделал, только если он уже сделал Хавдалу на стакан вина ночью, тогда не говорит он, ни в первой, ни во второй из двух молитв не говорит Атаху Нантану. А если он еще не сделал Хавдалу на стакан вина, то тогда, говорит, скажет пусть Атаху Нантану в шахарит, во второй молитве, которая компенсация пропущенного Равита. А потом еще нужно сделать все равно Хавдалу на стакан. Как мы знаем, если забыл Хавдалу сделать ночью или даже специально не сделал ночью, то утром все еще делается. А Брискараф, наоборот, считает, что в первой из двух молитв делается Хавдала. Всегда ближайшая Хавдала делается, чтобы сразу отделить субботу от будничного. Поэтому, если забыл Арвид помолиться, то в первой из двух шахаритов делается Хавдала. И на этом я с вами закончу. Видите, мы наконец закончили второй параграф, такой длинный, который начали еще на предыдущем уроке. Дошли до третьего параграфа, четвертой главы трактата «Проход». И урок посвящался для спасения, излечения от травм и ран всех раненых на Святой Земле и возвращения заложников и спасения солдат израильской армии от любой опасности. Продолжение следует...